Бокертов, сегодня мы с вами начинаем первую мишну второй главы трактата Маасер и перейдем сразу без вступления к самой мишне. Мы уже много раз говорили, что деньги Маасера, второго Маасера, могут быть использованы исключительно на три вида вещей. На съедобную, на еду, на питье или на какие виды обращения. Дима Бокертов, мы как раз начинаем первую мишну второй главы. Ты четко к нам присоединился, тут большинство в оффлайне, всем друзья. Но как раз говорим про еду, питье и умощение. Ну что ж, так совпало. Итак, деньги второго Маасера. Самое время ты выбрал. Ну, нельзя тратить деньги второго Маасера ни на что, что не является пищей. Как сказано в Торе. И будешь ты есть перед Всевышним Богом твоим. Десятину твоего урожая, винограда, оливок, масла и так далее. Так же написано, и деньги ты потратишь на то, что пожелает душа твоя. И будешь ты есть там перед Богом. А откуда мы знаем, что на питье тоже можно тратить деньги Маасера. Написано вештия. Потому что питье это всегда подпадает в еду тоже. То есть то, что написано веахальта, всегда подразумевается и на питье тоже. Потому что без, как бы есть, без того, чтобы пить, тоже так не делают. Поэтому это питье всегда включено в еду. А умощение – это тоже питье. То есть если ты втираешь себе в кожу какую-то вещь, имей в виду, ты это пьешь. Поэтому интересно очень, да, в посты, когда ты себе втираешь. Возможно, ты пьешь. Есть такое понятие, называется «сиха кештия» – умощение, как питье. Питье тоже увлажняет, да, как бы дает телу влагу. А когда ты втираешь в тело, тоже, как бы, кожа, она имеет поры, ты тоже пьешь. Даже кожа тоже дышит, тоже пьет. То есть «сиха кештия» – «шекатув» Как написано в Тейлим, царя Давида, и придет, как вода вовнутрь его, как масло к костям его. И в русалимском Талмуде мы учим, что в стихах «микрэта херим» мы учим также умощение из других источников, например, «да ехоль даварши» – «даркол ехоль». Поэтому «шеим кана охель бемаот масэшени венит калькел эйнуха яв леохло, векен даварши даркол еохло, мевушал леохло хай, вехаю и цебазе». И поэтому «лехоль даварши даркол леохоль» – он должен есть вещь, купленную за деньги масэра шени, в той кондиции, в которой ее принято есть. То есть картошку можно варить, сырой ее не едят. Да, там, что жарят, то надо пожарить. Что там, да, как вот ее принято есть, в таком виде ты и ешь. Но если человек купил, например, на деньги масэра шени что-то, и это испортилось, тогда он не обязан это есть. Ну, конечно, да, мы уже говорили об этом, зачем ему травиться, да. Если он купил что-то, но теперь это просто несъедобно по какой-то причине, не знаю, в жарком месте шел, пока нанес, там оно испортилось, тогда есть не обязан. И человек умощается вещью так, как он обычно это делает. То есть той вещью, которая обычно умощается. Он не нужен себе втирать вино или уксус, например, вплоть к купленной деньги масэра шени. Почему? Потому что они используются именно для потребления в пищу, как в качестве питья, там, да, или в пищу, как уксус, но так или иначе, да, поэтому это нужно использовать по назначению. Но спокойно может использовать масло в качестве именно умощения. А его тоже едят, да, но ему также используют для умощения. Шел масэра шени, даже купленная, то есть масэра шени, мы и говорим масло, потому что любое масло, его часто втирают. Несмотря на то, что он также и в пищу идет, масла проблем нет, может его использовать в качестве умощения. То есть взять масло в Иерусалиме и умощать свое тело, например, да, что-то есть, что-то пить, что-то умощать. И нельзя приправлять масло для умощения какими-то там другими приправами. Почему? Потому что масло будет впитываться в эти благовония, которыми ты посыпал масло, масло, когда натирали, делали, чтобы еще был приятный запах. Как раз-таки это история Мегилат Эстер. Мы знаем, что всех девушек для просмотра Ахашвироша готовили в течение одного года. Полгода их натирали маслами и еще полгода другими маслами-благовониями. До такой степени, что вот так ее хватает, она выскальзывает просто. Очень-очень скользко натирали. То есть целый год, вы все можете представить. Да, но это как раз-таки вот то, что мы говорим. И ты мог бы подумать, что давай я добавлю немножко благовония, чтобы помимо мягкости кожи был еще и запах. Нельзя, потому что масло, масло Рашини впитается вовнутрь благовонии и как бы пропадет. И получается, что ты же их не ешь. То есть сами эти кусочки благовония, они остались, ты потом их с руки сотрешь. А нужно только... Масло Рашини переходит на то, что ты пьешь, ешь или заходит. Или может зайти в кожу. А получается, твои вот эти вот приправы, они только впитывают, но в кожу не зайдут. И поэтому ты переводишь масло, масло Рашини. Так делать нельзя. Шикаре Абсамим, Эйнам, Нехалим. Вешм, Морим, Атамайс, который объясняет по-другому. Дело в том, они говорят, что причина Рафиша Абсамим Мавсидим Тамоши Рашамин. Потому что благовония, они как бы прибивают запах самого масла. Веним сам Мит Маэт Шимушо Бе Ахилай. Поэтому как бы уменьшают его использование в пищу. Так у тебя масло, ты захотел, помазался, захотел, картошку помакал, поел его. А если ты его сейчас благовониями засыпешь, то уже все, уже поесть его, так не поешь. Ты его как бы ограничиваешь. Теперь оно только для умощения. Как бы там ни было, так делать нельзя. Так второе объяснение было по Рамбаму. И так же не приобретают за деньги масера шини, уже пропитанное благовониями масло. Потому что это масло уже не имеет ценности для каждого. А только для этих эстетов изысканных, которые там, не знаю, натираются какими-то благовониями, эссенциями. Видимо, раньше это не было как бы, да. То есть масло, пока оно масло просто, оно всем нужно. От мала до велика. От царей до нищих. Потому что как бы у него много функций. Хоть свечи жги, хоть ешь, хоть да, у него очень много функций. А тут получается, поэтому масло шини не тратит на что-то, что уже как бы заполовинено. Но можно придать благовонный аромат вину. Например, добавить меда, добавить какие-то специи. Потому что ты в итоге выпьешь вино вместе с медом, вместе с чем-то, что ты добавил. Поэтому можно сказать, что ты получается, даже если что-то там впитало это вино, ты это тоже съешь. То есть ты получишь удовольствие от всего, что есть в вине. В отличие от благовоний, которые мы обсуждали, добавляют в масло. Если у тебя случайно упало в бочонок вина, который масло шини, ты его нешь в Иерусалим, чтобы, как полагается, выпить его в Иерусалиме. И у тебя туда упал мед или какая-то приправа, перчик, упал в это вино. И сделай его лучше. То есть что-то такое хорошее упало, что в принципе как бы вино только улучшает. Надо знать. То удорожание необходимо принять в счет. Что имеется в виду? Если вино, до того, как в него попала эта штука, стоило 2 динара. А мед и приправа стоило 1 динар. Но когда ты вместе это смешал, теперь вино с таким ароматом стоит 4 динара. То есть 2 плюс 1, а нет, стоит 4. Это уже стоит еще больше. И получается, результат этой смеси дает тебе прибыль, чистую маржу в 1 динар. Получается, что стоимость вина выросла 2 трети от... А стоимость вина составляет всего 2 трети от стоимости смеси вина с медом и приправой. Тогда мы должны как бы уменьшить... На прибыль на 2 трети, аля яйн, на свина, вешли шратавлин и треть с приправой. И выкупить вино двумя динарами вешли шли шли динар и еще двумя третьими динара. И то же самое касается рыбы. Потому что получается, что у тебя 100 долларов в яблоках. Ты перенес эти яблоки на 100 долларов. Теперь ты должен закупиться. Ты закупился, у тебя получилась такая смесь. Ты теперь себе спишешь 5 долларов. Хотя на самом деле ты купил на 4. За то, что ты смешал, ты выиграл 1 доллар. Масса рашини. Так делать нельзя. Этот доллар надо вычленить, рассчитать и на него еще купить вина. Как бы я объяснил просто, да, ну просто, чтобы понять, что здесь написано. То же самое с рыбой, он говорит, что не дошло. Если ты, например, сварил рыбу вместе с... Карти, это у нас, что это у нас, да? Это, ну, в данном случае... Лук-порей, да? Что это? С луком. Тут написано лук. В оригинале использовано слово кафлотот. От греческого кефалотон. Головчаты. А, из разновидностей лука-порея. Вот, лук-порей. Окей, хорошо. Да, оттуда, например, вино стоило 2 динария, пряности 1 динария. Пряное вино стоит теперь 4 динария. Да, в вырученном динарии доля второй десятины пропорциональна соотношению второй десятины и добавленного к ней. В нашем случае в четвертом динарии в доходе 2 трети относятся ко второй десятине и треть к будничному. Тем самым это вино при выкупе в будни следует оценить в 2 и в 2 трети динария. То есть делим, считаем, какую долю в этой добавке добавил мёд и какую долю добавило само вино. Да, пропорционально их смешению в цене. Да, и оцениваем вино в 2, но стоило назначально 2. Его доля в долларе, которая добавилась, будет 2 трети, и поэтому стоимость... А третья будет мёд и пряности. Получается стоимость вина 2 и 2 трети. Да. Рыба с луком, например. Ты смешал рыбу с луком, о, теперь рыба стала дороже. Это уже как бы, да, там, как называется, соленая рыба, или как она? То есть это уже блюдо, да, теперь оно стоит больше. И оно стало лучше, да. Ты обязан принять в учёт то, насколько она выросла. Как мы сказали с вином. Если у тебя тесто, которое ты испёк, но на дровах обычных, не святых, видишь, биха, это придало этому тесту, улучшило его. Например, тесто стоило 2 динара, а дрова стоили динар. А теперь буханка хлеба, которую ты испёк при помощи этих двух дров, стоит, не знаю, 4 динара, а шэвах лошэни, лэ маасэшэни, то вся прибыль идёт в маасэшэни, вся прибыль. Кэнэ маршэ зокфимэт кулло шэвах. А ину коль динара лошэшэни. Мы засчитываем весь динар, который прибавила эта процедура, в маасэшэни. У подэ этапад бешлуша динарим. И теперь, чтобы выкупить такой хлеб, тебе нужно будет 3 динара. Не хочешь ты его нести. Как ты его отнесёшь теперь в Иерусалим? Ты хочешь его съесть дома. Ты хочешь хлеб съесть дома сейчас. Ты должен перенести его на деньги. Иерусалим ты берёшь через 2 недели там, да? А сегодня ты хочешь горячий хлеб съесть. Ты его есть не можешь только в Иерусалиме. Ты перенёс на деньги. А как оценить теперь? Ну, тесто стоило 2, а это стоило... Не, будешь оценивать за 3. Если бы он был уже в Иерусалиме, то да. Тогда он не имеет права выкупать. Вообще не имеет права выкупать. На святость нельзя приносить на деньги. Если тоже в Иерусалиме, ты обязан это есть. Там уже нет этих расчётов. Но ты его испёк, съел. Или это тоже считается, что его улучшило, а наставало. Нет, это только касается выкупа. Для тебя не может всё, ты сделал хлеб, не важно, ешь. Это вот если ты, помнишь, мы говорили про масло и кусочки благовоний, которые съел. Вот это проблема даже в Иерусалиме. Не надо так делать. Но если ты всё это ешь, в итоге неважно огонь. Потому что, например, есть вино на свершении вино. А те пряности, которые мы упали, это тоже должно быть на свершении? Или это может быть обычным? Мы сказали, что если... Нет, нет, обычный, обычный. Именно обычный. Если это обычный, но он пьётся, он его пьёт, и он его улучшил, проблем нет. Так можно. Какой у нас был пример? Сколько стоило буханка хлеба? А, буха стоила два. Дрова стоили один. А теперь результат стоит четыре. Ты говорила, выкупай всё за три. То есть за вычетом брёвен. Просто покупай за три. Как готовый продукт. И ты не учитываешь стоимость... Труда. Труда. Ну, не знаю, у тебя почему-то стало стоить четыре. Брёвна стоили один. Хлеб стоил два. Результат из печенья хлеба стоит три. Стоит четыре. Четыре. Ты когда переносишь на деньги, ты платишь три. Опять-таки, вычитываешь, вычитываешь это. Вычитываешь брёвна. Да, брёвна не читаешь. Брёвна не читаешь. Бенникует, говорим. За вычетом... Бенникует, мы айцим. За вычетом денег за дрова. Потому что всё-таки брёвна прям так они не чувствуются в самом хлебе. Потому что сами брёвна не влияют на вкус и никак не влияют на хлеб. Они горят, да. Они дают тепло. Огонь. Огонь нужен. Не важно, ты зажигалку возьмёшь. То есть как ты добыл огонь, не важно. Да, брёвна не влияют. Поэтому они не учитываются. И вообще, вот тебе правило. Накайс Мишта говорит, после всех многочисленных примеров, говорит Мишта. Зеаклаль. Вот правило. Всегда, когда ты видишь улучшение, то есть когда, добавив не маасэршени, в маасэршени ты получаешь улучшение, как, например, мёд в вино или рыбу с луком пожарил. Ты вычитаешь из прибыли часть маасэршени. Согласно его пропорции в этой смеси. А если коль шээнь швахоникар, но если вот этот результат смеси, никак, то, что ты подмешал, не даёт ощутимой разницы. Знаете, как дрова дают ощутимую разницу, ты печёшь на них халу, но в хале нету дров. Можешь иметь в виду? То есть как бы тогда нет. Тогда ашвахлашени. Тогда ты говоришь, что весь швах как бы аннулируется, ты просто выкупаешься по деньгам маасэрашени. Ашвахула маасэшени. Это пример с хлебом. То, что мы с вами сказали. Сегодняшняя мечта была за выздоровление Лерефуа Шелема Йосеф бен Леа. А также мы сейчас скажем с вами Лейлу Нишмат. Сегодняшняя мечта была за выздоровление души. Геннадий бен Херш, Хаим Йосеф, хазанэ бен Садок, Олег бен Шалом, шебетайя бен Робену, луан Минхана, менаха, мошки бен Афтали Херц, керебеке, батакива, ауна Минхана, евраммани, иосеба, луан Митамара, авиму, герефаэль, иосеба, луан Митамара, акива, бен Арон, луан Минхана, луан Минхана, луан Минхана, иосеба, луан Минхана, иосеба, луан Миндроха, мен ухатам бен Ганеден, почему-то, конечно, разрушение души, меня пересек, как будто моя душа там, я знобит всего. Не дай Бога. Всем и шаркоах, я с вами прощаюсь, хорошего дня и успехов. Дима Шимшон, всех с наступающим праздником, Пурим, а сегодня всем желают Сом Каль. Сом принято поститься до, после чтения Мегелат Эстер Робутай, то есть только после чтения Мегелат Эстер можно будет перекусить. Спасибо. Сом Каль. Сом Каль. Пожалуйста. Сом Каль.